Здравствуйте! Вы смотрите программу Пульс Дня. Мы обсуждаем новости и их последствия. В студии Наталья Быстрицкая и Данил Русаков. Президент Байден во вторник посетил город Честер в штате Пенсильвания, где вместе с вице-президентом Камалой Харрис разъяснил людям суть своего экономического плана по спасению Америки. Вы знаете, люди в общинах меньшинств от пандемии пострадали больше всего. Сейчас мы пытаемся это исправить. Скорость инфицирования коронавирусом у этих людей выше, чем у остальных. Смертность тоже крайне велика. В латиноамериканском и афроамериканском сообществах эти цифры превышают средние показатели в 4 раза. Федеральное правительство в связи с этим принимает меры, чтобы вакцинировать уязвимые слои населения в труднодоступных местах. Среди присутствующих на мероприятии был и предприниматель Джеймс Смит. Он рассказал о проблемах в бизнесе, в частности о том, что ему пришлось сократить большую часть работников из-за пандемии. Но президент обнадежил, мол, малый и средний бизнес будет спасен путем прямых субсидий. С дебютом в своем выступлении с трибуны Организации Объединенных Наций вице-президент Камала Харрис пообещала бороться за права женщин. Встреча была посвящена гендерному равенству. Женщины должны играть ключевую роль в работе по восстановлению после кризиса, связанного с пандемией. Об этом заявил генсек Антонио Гутерриш. По мнению главы ООН, команды, в которых доминируют мужчины, принимают однобокие решения. Выступление Харрис должно было стать одним из ключевых моментов в программе председательства США в Совете Безопасности ООН. Постоянный представитель при Всемирной Организации Линда Томас-Гринфилд анонсировала его на пресс-конференции сразу после вступления в должность. Напомним, 8 марта вице-президент призвала страны строить мир, работающий на женщин. Об этом она заявила в обращении к депутатам Европарламента. Также Харрис выступила за гарантию безопасности для женщин дома и в любых других местах. Мы должны обращаться с достоинством женщинами на работе, создать необходимые структуры, чтобы женщина могла одновременно заботиться о своей семье и быть отличной рабочей силой, добавила Харрис. Она отметила, что борьба за права женщин является одной из первоочередных задач новой президентской администрации. Камала Харрис стала первой женщиной-вице-президентом США. Также она является первой афроамериканкой на этом посту. В ходе избирательной кампании она неоднократно выступала за права женщин и меньшинств. Президент Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Уома должен уйти в отставку, если обвинения в сексуальных домогательствах подтвердятся. Думаю, ему, вероятно, будут предъявлены обвинения, сказал он в интервью журналисту ABC News. Также Байден подчеркнул, что к обвинениям в адрес Куома следует отнестись серьезно. 12 марта демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллебренд призвали Куома оставить свой пост из-за разгоревшегося скандала. По их словам, губернатор лишился доверия жителей Нью-Йорка и ключевых политиков. В этот же день еще две женщины выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Это журналистка Джессика Бэкмейн и неназванная сотрудница Куома. Ранее шесть женщин обвинили Куома в неподобающем поведении. 8 марта представители Республиканской партии в Законодательном собрании штата Нью-Йорк заявили, что намерены внести резолюцию об импичменте губернатору. Сам Куома отрицает обвинения в свой адрес. Есть ли кризис на южной границе или нет его? Вот в чем вопрос. Президент Байден принял решение о возобновлении действия программы приема несовершеннолетних детей из трех стран Центральной Америки, в то время как на границе наблюдается небывалый наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию Соединенных Штатов. Программа была запущена при Обаме и действовала с 2014 по 2017 годы. Эта инициатива позволяла спасти от насилия детей из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Администрация Трампа закрыла программу. Теперь Байден решил возобновить ее действия. Пресс-секретарь Белого дома Джемсаки назвала ситуацию на границе тяжелой, но отказалась признать ее кризисом. Сотрудники пограничной службы ежедневно задерживают около 500 детей и подростков, незаконно пребывающих в страну без сопровождения взрослых. За последние четыре недели на границе с Мексикой задержали около 15 тысяч несовершеннолетних. Минувшие выходные Министерство внутренней безопасности вынуждено было обратиться за помощью к Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям ФИМА, что уже говорит о кризисе, но администрация Байдена отказывается его признавать. Байден призывает мигрантов не пытаться незаконно проникнуть в США. Я могу ясно сказать, не приезжайте, добавил Байден. Не снимайте маски и вакцинируйтесь. В свою очередь, призывает доктор Фаучи, вакцинация не приводит к бесплодию и от нее нельзя заразиться коронавирусом. На днях главный инфекционист развеял мифы. Вопрос, который мы задавали себе десятки раз, это каков уровень безопасности, эффективности вакцин. И вот ответ. Препараты были протестированы на добровольцах и решение о том, принимать эти средства к использованию, либо не принимать, находится вне компетенции администрации Конгресса и фармкомпаний. Вывод о пригодности препаратов делает группа независимых ученых, этиков, статистиков. Они изучают вакцину и делают свой выбор. Также Фаучи выразил надежду на то, что экс-президент Трамп публично призовет своих сторонников вакцинироваться. Фаучи назвал тревожными данные опроса, проведенного на прошлой неделе, National Public Radio, программой PBS NewsHour, который показал отличие восприятия вакцины среди сторонников Республиканской и Демократической партии. В частности, среди американцев, поддержавших на выборах Трампа, 47% заявили, что не собираются вакцинироваться. При этом от прививки намерены отказаться лишь 10% из тех, кто на выборах в ноябре прошлого года проголосовал за Байдена. Главный инфекционист призвал бывшего главу Белого дома обратиться к своим сторонникам и побудить их вакцинироваться, после того, как все ныне живущие бывшие президенты, кроме Трампа, приняли участие в рекламе прививок. При этом Фауч обратился и к людям, призвав их отделить политические убеждения от здравого смысла в вопросе вакцинации. Приложение для знакомств Tinder раздаст парам бесплатные тесты на коронавирус. Раздавая тесты, в Тиндере хотят побудить людей вновь начать ходить на свидания после года ограничений, связанных с пандемией. Акция действует только для американских пользователей, которые получат тестовый набор по почте. После того, как владелец набора самостоятельно сделает тест, взяв мазок из носа, он должен будет отправить его в лабораторию. Результаты теста будут опубликованы онлайн. Тесты будут раздавать только один день, 20 марта. Отрицательный результат не означает, что человек не может подхватить вирус за те несколько дней, пока будет проводиться анализ, поэтому специалисты советуют все равно соблюдать все меры предосторожности. Ученые создали программу, которая с 90% точностью может определить, умрет ли конкретный человек от коронавируса или нет. Чтобы создать алгоритм для расчетов, ученые ввели в компьютер данные 4000 пациентов с коронавирусом, указав возраст, пол, индекс массы тела, результаты анализов, показатели жизненно важных функций, назначенные препараты, рекомендации врачей и отсутствующие заболевания, сопутствующие заболевания. В программу также ввели данные о факторах риска, при наличии которых больные с коронавирусом чаще всего умирают. Оперируя этими данными, программа делает прогноз в отношении еще незараженного человека. Точность этого прогноза составляет 90%. Кроме того, при использовании в больнице программа смогла с 80% точностью определить, кому из пациентов потребуется вентиляция легких. Во Флориде у женщины, которая сделала прививку во время беременности, родился ребенок с антителами. Мать ребенка сама, медработник, сделала прививку вакциной Модерна в январе текущего года на сроке 36 недель. И через три недели женщина родила активную здоровую девочку. Анализ крови из пуповины показал наличие антител. Это первый в мире случай, когда после вакцинации во время беременности рождается ребенок с антителами. Но еще необходимо выяснить, обеспечивают ли эти антитела защиту младенцу. Доктор Фауча предполагает, что жители страны смогут собираться группами к 4 июля. Это абсолютно допустимо и возможно, сказал он в ответ на вопрос в связи с недавним заявлением президента Байдена, который отметил, что 4 июля граждане страны, возможно, будут праздновать не только День независимости, но и День независимости от коронавируса. По данным Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, около 21% населения штатов, более 71 миллиона человек, получили хотя бы одну дозу вакцины. А примерно 1,5%, 38 миллионов человек прошли полную вакцинацию. Шар цвета хаки. США считают, что Северная Корея может провести испытания улучшенной межконтинентальной баллистической ракеты. Генерал ВВС Глен Ванхерк заявил об этом на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам. Он отметил, что в октябре прошлого года Финьян представил новую крупную межконтинентальную баллистическую ракету. Северокорейский режим дал понять, что он более не связан односторонним мораторием на ядерные ракетные испытания, объявленным в 2018 году. На параде, который проходил 10 октября, мы увидели дополнительные возможности, которыми эта армия располагает. В частности, речь идет о ракете. По моим оценкам, таких ракет сейчас не меньше трех. Каждая из которых может нанести удар по территории Соединенных Штатов. Сестра диктатора Ким Чен Ын и заместитель отдела Центрального комитета трудовой партии Кореи Ким Ё Джон резко осудила совместные военные учения Южной Кореи и США и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить его спокойного сна на ближайшие четыре года. Ее заявление опубликовало Северокорейское Центральное телеграфное агентство. Оно почти целиком посвящено критике южнокорейских властей и предупреждениям о последствиях. 8 марта США и Южная Корея начали ежегодные совместные учения. Из-за пандемии они проходят в сжатом формате в режиме компьютерной симуляции упражнений в командном пункте. Заявление Ким Ё Джон вышло во время визита глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкина и Ллойда Остина в Сеул и Токио. Остин в рамках поездки также посетит Индию. США, Япония, Индия и Австралия участвуют в четырехстороннем диалоге по безопасности, ключевой ролью которого обозначена реакция на давление Китая. Данил, никакой отчепелью не пахнет, но у нас есть еще внутренние проблемы. Мы можем сегодня также поговорить о внешних каких-то проблемах, которые грозят нашей национальной безопасности, но все-таки выбирай, у тебя есть выбор. Ну да, давай сейчас чуть-чуть внешне, а потом добавим внутренние, которые действительно тоже в том числе связаны и с нацбезопасностью, с тем, как будут функционировать интернет, компьютеры, потому что мы знаем, что цифровые технологии, они стали неотъемлемой частью жизни, не только частных лиц, но и неотъемлемой составляющей его функционирования государственного аппарата. Вот, в частности, ты несколько раз процитировала Байдена, и мы знаем, откуда эти слова идут. Все последние крупные такие громкие заявления были сделаны в интервью телекомпании ABC. Именно там Байден говорил о целом перечне вопросов, которые его администрация собирается решать. И вот есть одна тема относительно недавних кибератак и выборов, она связана с Кремлем. Традиционно про Кремль мы говорим в третьей части пульса дня, но здесь сделаем такой небольшой анонс, а потом перейдем к внутренней повестке. Собственно, российский президент, кремлевский пациент Путин столкнется с последствиями в связи с тем, что он отдал распоряжение предпринять шаги, призванные воздействовать на президентский выбор 2020 года. Об этом заявил Байден и добавил, что это произойдет скоро. Он заплатит за это. Это слова Байдена, опять-таки, они прозвучали еще раз, напомню, в интервью той самой телекомпании ABC. И отвечая на вопрос, какими окажутся эти последствия, Байден сказал, скоро вы это увидите. Ну и слова президента прозвучали после того, как в докладе разведслужб, опубликованном накануне, были подтверждены давно существовавшие предположения о том, что за вмешательством Москвы в американские выборы стоял Путин, точнее его указ. Без его ведома это не могли сделать. Ну, собственно, это и так понятно. При этом, ну, в общем, пресс-секретарь кремлевского пациента Песхов, конечно же, сказал, что все это вранье, неправда и дезинформация, ничего другого от него никто и не ожидал. Но и в то же время Байден отметил, что есть области, где сотрудничество находится в общих интересах между Москвой и Вашингтоном. Ну и также, что любопытно, говоря о кремлевском пациенте, Байден сказал, что не считает, что у того есть душа, отвечая на вопрос, полагает ли он, что Путин является убийцей, президент Соединенных Штатов заявил, да, я так думаю. Это очень хорошее заявление, прозвучало вовремя и на фоне всей той конъюнктуры, которая разворачивается, понятное дело, его много кто ждал. Но предлагаю здесь также дополнить, что касается истории конкретно с проблемой защищенности компьютерных систем, а это уже такая внешняя тема, перетекающая плавно во внутреннюю. Рабочая группа Белого дома, которая занимается расследованием недавнего взлома программы Microsoft Exchange, на этой неделе встретилась с представителями частного сектора, об этом сообщила в среду предсекретарь Белого дома ПСАКи. И по ее словам, в понедельник на совещании группы впервые присутствовали представители частного сектора, которых пригласили для того, чтобы выслушать их соображения о данном инциденте. Ну и хакерские группировки используют недавно обнаруженные уязвимости в программном обеспечении почтового сервера Exchange для взлома сетей по всему миру. Рабочая группа Белого дома отметила, что оплата защиты от взлома особенно тяжело сказывается на малом бизнесе, от слова ПСАКи. Но масштаб проблемы оказался столь велик, что власти Соединенных Штатов и Европы предупредили об уязвимостях, обнаруженных в Exchange, и собственно теперь нужно каким-то образом их решать, потому что это может обвалить всю государственную махину. Ну не все, но очень многие моменты могут быть парализованы в деятельности государства. Ну и эксперты Белого дома обсудили количество оставшихся незащищенных систем, злонамеренные действия и способы сотрудничества при реагировании на инциденты, включая методологию, которую партнеры могут использовать для отслеживания инцидента. В будущем также заявила ПСАКи. Переходим к следующей части пульса дня. Несколько массажных салонов Джорджии подверглись вооруженному нападению. Подробности через пару минут.